Девочки, сегодня поговорим о сумках с длинным ремешком, который мы чаще носим на плече. О плюсах, минусах, чем заменить, чем сочетать. Немного расскажу и о себе, о своем опыте. Активная современная женщина, будь то домохозяйка или работающая, она требует удобства и практичности. Действительно, это так. Порой надоедают эти огромные сумки, которые, кстати, сейчас в тренде. Я не против того, чтобы иметь несколько сумок. Это замечательно, когда у вас есть и шоппер, и маленькая сумочка, и меховая для зимы и так далее. Но, как правило, у нас женщин бывает, мы влюбляемся в одну сумку и носим ее в течение нескольких сезонов. Не замечаем, как у нас портится здоровье. Многие врачи это подтверждают, что если мы носим сумку на плече, причем тяжелую сумку, у нас деформируется вообще позвоночник. Это действительно проблема. Порой даже вы спустя месяцы, годы смотрите в зеркало и наблюдаете, как действительно у вас искривилась спина. И не понимаете, почему. Да, причин искривления позвоночника много. Это и сидячий образ жизни, и тяжелая работа, и так далее. Но, тем не менее, в большинстве своем это сумки. Мы еще носим каблуки, что еще более отягощает ситуацию. И да, кстати, всеми нами любимые сумки на цепочке, особенно в летний период, тоже вредны. Они буквально врезаются в кожу. Это не только некрасиво, но еще и способствует деформации плечевого отдела. Итак, какие же лямки выбрать и как вообще носить? Не носите на одну сторону. Меняйте чаще. Не набивайте сумку до отказа, даже если она у вас маленькая и вместительная. Положите все необходимое. Со временем вы заметите, как это удобно. Если же у вас, например, работа, где необходимо положить что-то, планшет, например, вот та же сумка под названием планшет подойдет идеально, сумка в виде конверта, например, и носите по диагонали, обязательно вот так вот через плечо. Сумка-почтальон тоже вместительная, практичная, подойдет на многие случаи жизни. Всегда нужно понимать, для чего вы берете сумку, какой у вас образ жизни. Если вы сидите в офисе, и вам нужно от дома до работы доехать, в данном случае подойдет маленькая сумка Хоба или Кроссбоди. Вот у меня были большие сумки, и я поняла, что я устаю от этих сумок, причем небольшие плечи. Все это скатывается, постоянно поправляю, руки не свободны, это очень неудобно. Я взяла вот такую маленькую полумесяц, сумка Хоба, два вот таких вот, две мини-сумочки соединены вместе, и поверьте, вмещается все необходимое. Я просто выбросила все, что было у меня в большой сумке, и здесь у меня кошелек, правда большой пришлось заменить на маленький, но это не проблема, кредитки, ключи, два телефона, все, более я ничего не кладу, ну и пару салфеток. Соответственно, это все, что нужно женщинам, мы просто очень такие прагматичные, запасливые, и берем все эти мелочи про запас, но напрасно. И все-таки маленький размер, он действительно для любого времени года. Вот если у вас работа, например, вы фитнес-тренер, в данном случае можете вообще взять поясную спортивную сумку, или вот опять же по диагонали, и носить с большой, большая сумка здесь все равно необходимо, потому как вы берете с собой спортивные принадлежности. Ну а если вы домохозяйка, вам в любом случае нужны свободные руки, это взаимодействие с ребенком, пойти купить что-то в магазине, в данном случае тот же вариант кросс-боди и хоба подойдет идеально. Когда вот эти вот лямки будут удобны и практичны, ну, например, не тоненькие, а средней ширины, то вообще отлично. Но у меня ремешок вот такой вот тоненький, и для меня это не проблема. Если сумка среднего размера или больше среднего, то в данном случае не носите ее чаще одного раза в неделю. Ну, например, у вас задача пойти на шоппинг, да, сумку шоппер будет, в данном случае, актуально. А вот носить каждый день ее нецелесообразно. Безусловно, есть модели сумок, которые мягкие, и они не держат каркас. Вот с ними тоже проблема, туда мы впихиваем максимум, хотим или не хотим. Вот так устроена природа женщин. Лучше взять сумочки в жестком таком каркасе. Клащи, которые актуальны, да, они тоже должны быть, но носим их только по праздникам. Например, у вас корпоратив, Новый год, или пойти на день рождения. Взяли, поместили туда все необходимое и отложили. Буквально через месяц-два вы заметите, как вам стало легко. Спина у вас сразу расправится, вы не будете сутулиться. Просто мы не замечаем порой, да, не смотрим часто на себя в зеркало, и не видим, как мы превратились в знак вопроса. Все потому, что мы вот как раз скрючиваемся из-за вот этих сумок, пытаемся их удержать. Вот опять же, у кого широкие плечи, рекомендую заменить на рюкзак. Многие советуют, но у кого маленькие худенькие плечи, вот у меня такая конституция. Даже занимаясь спортом, все равно плечи покатые и узкие. В данном случае не подойдет рюкзак. У меня лежит хороший итальянский рюкзак, который я ношу раз в год. И все потому, что вот эти лямки, они просто спадают. Не помогают никакие фиксаторы, и я решила просто отказаться от рюкзаков. Все равно волей-неволей приходится носить на одном плече, деформируется все, и на самом деле неудобно. Поэтому обратите внимание, рюкзаки, у кого маленькие хрупкие плечи, будут спадать. Особенно, если это зима, пуховик, материал скользкий, и постоянно мы поправляем. А когда мы поправляем, то что мы делаем? Мы постоянно делаем вот такие вот движения. Это тоже сказывается на нашей спине. Наша задача ходить прямо, освободить руки. И вот огромный плюс в маленьких сумочках, это то, что они вмещают необходимое. И да, такой небольшой лайфхак. Смотрите, чтобы внутри маленькой сумочки кроссбоди или сумка полумесяц, та же сумка конверт, было много разных отделов. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы не поцарапать, например, телефон ключами. Чтобы вместить вот эти мелочи в отдельные кармашки. На мой взгляд, это все-таки удобнее. И когда один отдел, вы туда все впихиваете хаотично. И даже в маленькой сумке порой долго приходится искать. Документы. Вот я, например, не ношу документы. Ну, мне неудобно. Возьмите скан, отсканируйте паспорт, и это уже сократит вес вашей сумочки. Кто очень переживает за то, что скан это не совсем, скажем так, правильно, пойдите к нотариусу, заверьте этот скан, и все будет правильно с точки зрения юридической. Поэтому минимально, минимально набиваем свою сумку. И поверьте, что вам не захочется менять эти сумки на что-либо другое, если речь идет о каждодневном использовании. И да, сумку лучше выбирать качественную, из хорошей кожи. Если нет возможности, возьмите из качественной эко-кожи. Такая сумка прослужит вам не один сезон. Нужно понимать, если сумку вы будете эксплуатировать не один месяц, минимум 2-3 сезона, то она будет быстро изнашиваться, и вы ее просто выбросите. Поэтому лучше взять хорошего качества, и при этом смотреть по цветовой гамме. Классика жанра это черный цвет, темно-коричневый. Если хочется что-то разнообразить, можно взять какой-то глубокий такой цвет зеленый, может быть даже ближе к болотному темно-синий вариант. Есть даже сейчас такие бордовые сумочки, очень красиво смотрятся, но всегда соизмеряйте, с чем же вы будете носить этот цвет, если он подходит к вашей базе, подходит к капсуле, которую вы уже составили, то замечательно. Но и не забывайте также о том, чем вы занимаетесь в течение дня. Если большую часть времени у вас занимает офисная работа, то подойдут сумки на жестком каркасе, ближе такие к универсальному смарт-кэжуал. Если же это спорт, то в данном случае могут подойти поясные сумки из ткани, например, не обязательно брать кожаную. В большей мере вы все равно носите дополнительную сумку более объемную, где складываете все свои тренировочные вещи. Поэтому здесь от классики можно смело отказаться. Ну а если вы домохозяйка, например, то в данном случае тоже подойдет, как я уже озвучила, кросс-боди. Сумка хоба достаточно удобная и практичная. Как правило, девушке, которая в декрете, им тоже нужно освободить руки для того, чтобы заниматься с детьми и делать необходимые покупки. Конечно же, не забываем про упражнения. Сумки, одежда, все это хорошо, но если вы не делаете упражнения, то сколиоз, спина, знаком вопроса, у вас не выпрямится. Обязательно отжимайтесь. Если нет сил отжиматься в классическом варианте, встаньте на колени. Где-то 10-20 раз постепенно увеличивайте. В день займет это максимум 5 минут. Далее подтягивания. Для того, чтобы спина все-таки была ровной, нужно укрепить мышечный каркас. Если не получается подтягиваться классикой, берем резинки. Есть специальные резинки до, например, вот у меня вес 50 килограмм. Я беру резинку до 70 килограмм и делаю подтягивания. Далее, самое простое упражнение, которое вы можете делать дома. Вы взяли книжки, толстые книжки, 2-3 штуки положили на макушку и ходим с прямой спиной в одну сторону обратно. 30-30 секунд-минута. Этого будет достаточно. Главное, регулярность в любом варианте. Если делать раз в месяц, естественно, результата не будет. Не забываем про фитнес-мяч. У кого еще нет, прикупите. Они недорого стоят. В спортмастере в свое время я покупала всего лишь за 1000 рублей. Вместо стула у меня вот этот фитнес-мяч. Что он дает? Когда вы сидите на обычном стуле, у вас спина напрягается, вы не сидите ровно. Либо вскрючиваетесь, либо как-то съезжаете в сторону. А вот мяч, он балансирует. И волей-неволей спина у вас выпрямляется. Вот поверьте мне, буквально за день вы почувствуете, да, сначала быть непривычно, но вы почувствуете, как нагрузка на спину стала значительно меньше. Плюс дома, когда вы стали работать за компьютером, вы просто покатались на мячике, изогнувшись, да, спина у вас также будет разгружаться, и потихонечку у вас осанка придет в норму. Все это работает. Есть еще пару упражнений со стенкой. Можно просто встать к стенке, прижаться лопатками, делать выпрямляющие движения. Но это отдельное видео. Есть упражнения с резинками. Все это работает, девочки. Главное потратить на себя вечером всего лишь 10-15 минут.